МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анафья Горелдашев. И напоминаю, что мы продолжаем серию видео-встреч и обзоров со стендов выставки Акватер Москва 2018. Сегодня нашим собеседниками встанет Юрий Аверчев, который является главным инженером уникального предприятия Богородского завода по обработке цветных и черных металлов. Завод известен тем, что сегодня они освоили и производят тройники, переходы из латуни. То есть это сантехнические изделия, но, тем не менее, обладают качеством. Как видите, уже, мои друзья, вот сзади написано качество еврейского уровня. И что самое главное, как утверждает Юрий, это все находится в России, в Московской области, в городе Ногинск. Но более подробно о заводе, его истории и, конечно, возможностях, нам сегодня расскажет Юрий. Здравствуйте, Юрий. Рад вас приветствовать. Спасибо большое, что уделили время для нас. Ну, собственно говоря, несколько слов о вашем предприятии, его истории и чем сегодня оно занимается. Добрый день. Значит, завод был основан в 2012 году. Производит латунные фитинги. На данный момент типоразмеры до дюйма. Естественно, мы на этом не останавливаемся. Как минимум будет два. Ну и, собственно говоря, изготавливаем изделия и под заказ, да, и свою стандартную линейку. Начиная, так сказать, собственно, с 2014 года, мы уже набрали ощутимую номенклатуру. И она сейчас составляет уже более 60 изделий. Юрий, если все-таки говорить сегодня о вашей производственной составляющей, для многих будет это открытие, что в Подмосковье еще и находится один завод, производственный завод, не торгующая компания, которая производит подобные изделия. А вообще, как пришла идея делать производство, а не торговать сантехникой? Ну, естественно, сначала была создана компания Сантех Ассортимент, которая торговала китайской продукцией, да, но хотелось предложить рынку более дорогой продукт, более качественный. И возникла идея создания именно вот этого предприятия, который будет непосредственно заниматься производством уже битингов. А что сегодня составляет собой производство? Производство составляет цех, в котором происходит обработка металла, да, это, соответственно, конструкторский отдел, да, который разрабатывает изделия новые, да, и осуществляет технологическую проработку. Юрий, я понимаю, конечно, ваше откровение, что, как бы, для вас это ничего не значит, но просто производство предприятия в России в 2012 год, ну, многие скажут, повторюсь, что зачем это было сделано, проще было торговать. Скажите, пожалуйста, вот ваш ассортимент сегодня тройники и муфты перехода. Доняете ли вы ширение ассортиментов в сторону шаровых кранов? Мы уже видим, у вас фильтры сетчатые. Что еще, возможно, будет в ближайшее время? Ну, кроме, так сказать, изменений, так сказать, номенклатуры в плане увеличения типоразмеров, да, краны, кстати, говорю, уже спроектированы, и нибеля новые, да, так сказать, появляется нибеля с конической резьбой, да, сейчас мы предлагаем только с цилиндрической. Понятно. Если все-таки сегодня говорить о рынке, каким стал для вас 2017 год, как начался 2018, по общим ощущениям, тенденциям, как вы завершили предыдущий год? Ну, завершили, в принципе, неплохо, но хотелось бы лучше. У всех нормальные желания, да. Ну и хотелось бы, собственно говоря, чтобы в непростые для экономики времена, в принципе, как-то производство помогало государству, да. Вот за все время существования нашего предприятия оно никаким образом не помогло, не поучаствовало, да, в развитии нашего производства. Ну, видимо, это нынешнее и рыночное действительное, что в России сегодня пока те люди, которые готовы инвестировать и работают. А если все-таки говорить о вашем потенциале людей, о количестве человек сегодня у вас занято, и, собственно говоря, персонала, что это за люди? Ну, это порядка 30 человек, да. Каждый специалист сидит на своем месте, он действительно профессионал в своем деле. А по кузовичному производству у вас сегодня имеет сколько-то оборудования, что вы делаете, как облой, вот пресс именно работает у вас, дальше проточка. Как вообще устроен сегодня технологический процесс на вашей компании? Получаем мы проток с наших отечественных заводов, дальше мы его распускаем на дисковых пилочек, ЧПУ, на заготовке. В заготовке проходит процесс штамповки, либо без облоя, либо с облоем, да. Большинство деталей мы сейчас штампуем без облоя. Это более перспективные технологии, которые, так сказать, позволяют нам экономить латунь, так сказать, производить деталь с меньшими отходами, да. То есть, больший коэффициент использования металла, да, получить. Вот. А после того, как, значит, деталь штампуется, она проходит, значит, дробиметную обработку, да, вот такая вот поверхность образуется на ней, да. Скажем так, в большей степени дегративную функцию, да, эта операция выполняет, да. То есть, те поверхности, которые не проходят последующую механическую обработку, они имеют такой презентабельный товарный вид, да. Ну, а последствия механической обработки на агрегатных станках, многошпиндельных, мойка и упаковка. А вы же понимаете, что при освоении шаровых кранов, допустим, вам нужно будет решать производство. Это и сборка, это и комплектация, это более сложные изделия. Это более сложные изделия. И в смысле производства, да, необходимо еще дополнить. Будет парк оборудования, да, в частности, для производства самих шаров. Вот. Понадобится и гальваническая, так сказать, гальванический участок. И сами изделия, да, они требуют более качественного контроля, да, готовых изделий. И если на тех изделиях, которые мы выпускаем в данный момент, да, можно допустить не стопроцентный контроль, да, то на такой продукции, как краны, обязательно должен быть автоматизированный стопроцентный контроль. Не стоит, так сказать, приступать к производству данной продукции, да, не выполняя вот этих требований. Я понимаю, тем более вы человек главный инженер, специалист. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, если смотреть на рынок, на ваших конкурентах, возможно, и даже особенно на зарубежных, в чем преимущество вашей продукции? И, конечно же, такие основные, вот такие, скажем так, марки, почему должен выбирать производитель, и потребитель вашу продукцию, можете назвать? Ну, собственно говоря, это шильдик сделан в России, и это уже, так сказать, греет душу с одной стороны. Ну, а если серьезно, то это продукция, которая имеет нормальную геометрию, да, нормальную прочность, да, нормальное сырье, из которого это сделано. Вот. Деталь не будет охрупчиваться, она не будет разрушаться, да, она и будет нести людям радость и выполнять свою основную функцию, собственно говоря. Самый важный вопрос. Вот мы с вами затронули тему качества, контроля качества. Как контролирует сегодня качество ваших изделий в настоящий момент? Ну, начиная с входного контроля прутка, который мы получаем с заводов, да, так сказать, мы не всегда доверяем тем сертификатам, которые нам предоставляют. Мы можем сделать частично, так сказать, выборочную, да, проверку химсоставов, в сторонних лабораториях, да. Ну, и, соответственно, все, что будет происходить на этапах производства, так сказать, уже внутри компании, все будет проходить по операционно-контроль, ну, выборочный, повторяю, на данный момент. Есть над чем работать. Замечательно. Ну, что ж, друзья, вот мы вас познакомили с еще одним российским изготовителем сантехнического оборудования, Богородский завод выработки цветных и черных металлов. На самом деле, мы в ближайшее время постараемся съездить туда и показать вам технический процесс, возможности предприятия. А закупщикам, конечным предприятиям советую обратить внимание на этого изготовителя, потому что, как правильно сказал Юрий, шильдик сделан в России, это уже повод для того, чтобы гордиться. Юрий, спасибо большое за встречу, ну, и, собственно говоря, ваши пожелания, это самый важный момент, когда вы можете сказать в камеру вашим клиентам, партнерам, то самое, что у вас лежит на душе, ваше обращение. Ну, собственно говоря, выбирайте отечественного производителя, да, доверяйте ему, ну, и получаете удовольствие от использования тех изделий, которые мы изготавливаем. Спасибо. Успехов вам, удачи, развития и, конечно же, расширения все больше и больше. Удачи вам, друзья. Напоминаю, что мы ввели прямой видеорепортаж с выставки Акватер Москва 2018. Спасибо за ваше внимание. Обещаем, что впереди мы еще отснимем несколько для вас интересных сюжетов. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Удачи вам.